Привет! Все на готове! Луна, десятый дом. Важная тема. Сегодня, я думаю, все получится. Еще с Элей пообщаемся, с моим продюсером. Она поделится в конце эфира своими новыми наработками в плане команды и поделится тем, каким образом она решает эти проблемы, которые возникают у нас в команде. У нас же это все продюсерский центр, и он тоже сейчас будет набирать специалистов в разных областях и сферы обучения. О, я наушники одел без этой штуки. И у нас будет не только астрология. Там будут люди, которые будут обучать разным дисциплинам, в том числе и копирайтингу, и психологии, и разным направлениям. И мы будем каждый раз, когда планета будет оказываться в десятом доме, сейчас это Луна, делиться вот этими сложностями, которые мы решаем. И я думаю, что вам будет это интересно, особенно тех, если не десятый дом не слушать. Да ну, я не знаю, сегодня точно десятый дом. Вот. То есть, как мы решаем эти вопросы, потому что кто-то захочет создать свою команду, я уверен, тот, кто продвигается в теме астрологии, нумерологии, там коучинга. Вам будет интересно, как вообще работает там отдел продаж, еще что-то. То есть, у нас такая дружная семья. А так как десятый дом – это профессиональная реализация. И я думаю, что это будет для вас очень интересно послушать вот в практике, да, с какими сложностями мы вообще сталкиваемся. И вот каждый раз по десятому дому у нас будет такой разговор с Элей. Вот. Ну что? Виват Евг. Получается, вообще, Луна, когда в десятом доме, конечно, людям хорошо работать с людьми, а не с животными. Но я к тому, что десятый дом – это профреализация, это талант и способности человека. Не обязательно они деньги принесут, но их нужно развивать. И когда Луна в десятом доме, она реально дает человеку талант психолога и человек, который может работать с другими чувствами, эмоциями. Очень важен личный контакт с таким положением. Есть минус, что человеку быстро надоедает то, что он делает. Постоянно хочется изменений. Жесткий график тут, конечно, не приветствуется с таким положением. Вот. Там нужно, чтобы было много эмоций и творчества. Такие люди хорошо выступают на публике, у кого Луна в десятом доме. Вот. И здесь главное, насколько человек готов уровень ответственности свой повысить. Что Луна не супер ответственная планета. Хороший ли там у вас руководитель? Потому что Луна в десятом доме – это точно не руководители. Это такие креативщики, я бы сказал. Так, ну что, ВИВАТ ЕВК. Сегодня мы говорим о Луне в десятом доме. Привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вас смотрел уже? А, на экспрессную консультацию. Как у вас фамилия? Бали Жанимаева. Евгения, да? Да. 07.06.06.06.12.00. Зугалай. Зугалай. Забайкальский край. Да. Ох ты! У вас Луна в экзальтации, прям, в десятом доме. Вы просто гиперчувствительный человек, в тельце стоит. То есть, получается, что вы должны хорошо чувствовать людей, считывать их. Как у вас с этим? Вот когда работаете с кем-то, вы работаете с людьми или сами на себя? Я с бумагами. Пока с бумагами. Ну, я имею в виду, вы где-то в офисе сидите или дома? Нет, я бухгалтером при магазине. Ну, это Меркурий, бухгалтера. Это одиннадцатый дом близнецы и Дева, второй дом. Да, это люди, которые работают с финансами. Ну, вот смотрите, как и необычно, да? Вот вы, в принципе, правильно все делаете. У вас есть тот самый Меркурий, финансист. Есть Венера, которая дипломат, ну, которая может отвечать на звонки. Да, там где-то принимать, соединять людей. Вот. Но у вас в самой профессии, вот в десятом доме, есть потенциал, который, благодаря которому вы сможете увеличить свои финансы. И это уже дополнительные возможности, которые нужно специально развивать. Вот Луна с Венерой, это очень творческое соединение, креативное. Оно связано уже с такой работой с людьми более психологического характера, где вы решаете какие-то, ну, как бы, вопросы взаимоотношений между людьми, например, в вашей команде, где вы не только за свою часть отвечаете, а по Солнцу, тут еще и Солнце рядом, вы управленец. Солнце с Луной, это умение убеждать. То есть, если вы уже принимаете участие вот такого плана, в каких-то вопросах, там, идей, да, развития вашей компании, какого-то креатива, объединения людей друг с другом, решения конфликтов, то у вас повышается и ваш уровень денег, и вы себя реализовываете. Вы реально тут как коуч у нас в Венере. А у вас какое образование? У меня юридическое и экономическое бухгалтер дополнительно. Что вам нравится в вашей профессии? Почему вы этим занимаетесь? Ну, то, что порядок. Раньше я по юридической сфере, да, больше с людьми общалась, захотелось какой-то уверенности, стабильности, и пошла в цифры, в бухгалтерию. Сейчас уже, вот, да, смотрю, что мне надо ближе к людям. Ну, пока так. Да, когда вы работаете с цифрами, когда вы работаете с четкими какими-то параметрами, то вы и сама становитесь такой же. Замечали, да, что у юристов, у бухгалтеров, у которых не реализованный творческий потенциал, а он у вас есть. Не у всех так, но у многих это встречается. Они, ну, достаточно закрыты и дистанцируются. А у вас там кто-то разговаривает? А, это коллеги. Я знаю. А вы можете отойти, чтобы не мешали там? Да. А то там у вас кого-то ругают, похоже, жестко. Да. Я спрашиваю, во сколько ты придешь, негодяй? Кстати, луна не очень-то дисциплинирована в десятом доме. У вас как, вы припаздываете? А, ну, иногда вот я могу себе дисциплинировать, а так, если есть возможность, то да. То припоздать, почему бы нет. Ну, нормально. Да. Ну, так что, получается, вот, если есть нереализованный потенциал, у человека постоянное ощущение неудовлетворенности. Вот вам нравится наводить порядок в цифрах. Это круто. Чего не хватает у вас в вашей профессии? Вот сильно не хватает и, может быть, даже что-то раздражает в том, что вы сейчас делаете? Раздражает прям. Да. Таковое нет, но хотелось бы что-то свое вот так прямо, что-нибудь по-другому сделать, если… Ну, да, бывает такое, что часто не как обычно, а многие вещи, да, делаю по-своему. Чтобы вы могли какой-то свой творческий потенциал применять. Ну, какие-то ваши решения, чтобы были. Не хватает общения с людьми, да? Да, вот. Ну, да, я вот из одной крайности в другую крайность, то слишком много общения, то сейчас никакого. Сейчас надо будет искать дальше, может быть. Ну, либо вот сейчас в уверенности, в стабильности застряло пока в таком мини-комфорте. А вот, смотрите, еще подтверждение хорошее. У вас Солнце, и вот тут у девушки тоже, у мужа Солнце с Луной вместе в десятом. У мужа Луна в десятом, во Льве. Действительно, где бы ни работал, изучает все мелочи. Вот вы видите тоже тонкости благодаря Луне. Все знает в этой работе, но его не рассматривают как у руководителя из-за характера. Он неудобный для руководства. То есть он не разработал свое Солнце, как и вы, не взял больше ответственности. От этого и зависят ваши деньги. Десятый дом нужно развивать для того, чтобы увеличить финансы так же, как и второй одиннадцатый. Многие этого не учитывают. Одиннадцатый вы развили, там Меркурий. Вот то, что вы хотите. Более, как сказать, частого общения с людьми и каких-то креативных решений. Это возможно в вашей работе сейчас, чтобы вы взяли на себя больше? Или нужно что-то менять? Менять, скорее всего. Здесь вот как указан порядок действий. Тут ничего не поменяешь. Я понял. И как эта работа будет выглядеть, если вы ее измените? Что это за должность, чтобы там было проявлено все, что мы описали? Где вы можете устроиться, чтобы у вас был этот потенциал реализован? Пока даже... И я вот, видите, недавно только астрологию для себя открываю и что-то новое про себя узнаешь, да? Вот сейчас начинаю думать, куда же идти, что... А вот раньше я думала, ну все, стабильность вроде пришла, чего еще? Ну а что? Ну, стабильность... Знаете, стабильность это вид ада для ума. Когда ум не получает новых впечатлений, а у вас он стремится к ним, то для него вот эта цикличность превращается в ад. Если бы у вас был там Сатурн, то я бы вам сказал, оставьте все как есть. Но не с Луной в десятом доме. Есть ли... Есть ли... Я просто в этом не разбираюсь. Есть ли такая должность, где бухгалтера, где человек может следить за финансами и еще быть в руководстве и какие-то вопросы решать? Как это называется, эта должность? Что это такое? Скорее всего, дальше на главного бухгалтера. Видите, я вот почему уходила из бухгалтерии в приставы, потому что хотелось больше с людьми общаться. Прямо даже и в анкетах указывала, общение с людьми. Ну, в какой-то момент надоело, вернулось. А теперь, думаю, ничего страшного, можно и другие для себя сферы открывать. Ну, смотрите, у вас с ноября откроется такая возможность. Юпитер, Меркурий будет. Очень крутой период с 20 ноября, чтобы поменять работу. Меркурий как раз в деньгах. Поэтому вы можете сейчас присматривать, потому что если будете откладывать, а даже деньги, которые к вам приходят, они не будут вам доставлять удовольствие. Потому что большую часть дня вы будете делать то, что вам не до конца нравится. А это влияет на эмоциональный план. То есть вы будете неудовлетворены. Потом это проявляется в общении с близкими, с мужчиной. Ну, вот, в общем, с окружением. А там уже будет ничего не хотеться. Потому что человек там неудовлетворен, здесь тоже. И вот так по накатанной. Вроде бы, что там такое, да? Работа, да? Можно ко всему привыкнуть. Но вот эта доля неудовлетворенности, она как ложка дегтя будет проникать во все сферы вашей жизни. И как только вы там себя удовлетворите, то, естественно, это, ну, отразится на вообще в целом общении с близкими и со всеми людьми. Ну, вот. Ну, вы же видели фильм «Служебный роман»? Ну, вот. Помните? То есть там она ушла в работу, да? Ей вроде бы как нравилась ее работа, но она не могла себя проявить в отношениях, потому что она не проявляла, то есть, творческий потенциал в своей работе. Вот ее творчество – это был тот самый мужчина, да, который к ней пришел. Он прям похож на рака. Он прям лунный тип. Она чистая сатурнянка. То есть у нее все по дисциплине, все конкретно. Но удовольствия нет. Потому что если у человека уже в профессии есть удовольствие, оно очень легко приходит в отношения. А это вымысел, что можно через работу, да, ну, то есть уйти от каких-то отношений. То есть она вроде бы ее любила, но она там была очень черствой. И она с людьми была черствой. И получается, когда он начал с ней общаться, он внес лунную энергию в ее жизнь. И она как бы начала смотреть на вещи более творчески. То есть у нее это произошло наоборот – из отношений. То есть это можно сделать и со стороны работы. Изменив что-то в работе, это идет в отношения. А можно из отношений это перенести в работу. Но дело в том, что из работы это выгодней. Потому что там речь идет все-таки о деньгах. И большее количество времени вы на работе проводите, а не в отношениях. Поэтому это изменение важнее. Ну и все. Она начала по-другому одеваться. Естественно, с сотрудниками другие отношения. Естественно, запал энергии более серьезный. И я уверен, что во второй части она его, наверное, поставила бы каким-нибудь начальником, руководителем, которого бы она контролировала. Он бы ее энергию разгонял. И ее дело пошло бы в гору. Потому что ей не хватало вот этой творческой лунной энергии, близкого общения с людьми, которого ей так не хватало. Она ушла в свою пещеру. И все, кто работает с цифрами и выстраивают отношения только с компьютером, они живут в этой пещере. Вот. Но для кого-то это норм. У кого там Сатурн, например, да? Или только Меркурий. Там надо смотреть. Марс тоже неплохо. Но когда там Луна, это просто противопоказано. И это прям ударяет не то, что по эмоциям. По здоровью может ударить. Потому что постоянно внутренний конфликт возникает в человеке. Поэтому вам что нужно? Сейчас разведать, да? То место, которое вам больше подходит. И прям не боясь туда двигаться. Вот. Не бойтесь. Просто как бы представьте, да? Что вы будете так работать еще 2-3 года, 5 лет. Да, у вас будет стабильность. Но какой вы будете через эти 3 года на этой работе? Женщины всегда забывают задавать себе такой вопрос. Хорошо, этот мужчина такой-то и такой-то. Он очень романтичный. Он тонкий. Но он безответственный. И он не уважает моих чувств. Вот. Попробуй представь. Какой ты будешь через 3 года с этим мужчиной. Через 5. Ну и через 10. Потому что он не поменяется. Так же и здесь. Работа ваша не изменится. Просто представьте. Ну будет время. Какое вы будете через 3 года, через 5. Как ваши черты характера изменятся. Да? Вот с этой работой. Когда вы будете не проявлять свою Луну и Венеру. Естественно будет блокироваться женская энергетика. Вот. Которая так нуждается в общении. Ну и вообще. В психологии работы с людьми. Вы очень хороший психолог. Вы можете быть хорошим продажником. Это тоже ваш талант. И хороший коуч. То есть у вас тут вообще возможности колоссальные. Вот такая у нас картина. Так что не стесняйтесь. У вас Луна экзальтирована. Ну нет. Ну нет. Это высшее положение Луны. Ага. Вот я слышала про сожжение Луны. Да. В какой-то момент читала, что суховатый человек становится. Не проявляет эмоций. Вот что-то такое есть во мне. Нет. Сожжение Луны не существует. Но. Это бред. Существует. Луна это светило. Ее не может ничто сжечь. Даже Солнце. У вас она хорошо расположена. А как. А изменения только по части работы. Да. Ну как. Начинать нужно с работы. Либо. Ну для себя вот буквально вчера. Да. После эфира. Когда вы рассказывали. Что. Ну какое ощущение должно быть рядом с женщиной. Дальше у меня мысли там пришли. Что. Женщина. Это все таки. Состояние. Ну. Уметь надо быть в таком состоянии. Ну. То есть. Как. Так. Прежде всего. Раскрыть в себе. Как. Женщины. Быть. Ну. Не постоянно такой. Суровой. Строгой. Дисциплинированной. А. Больше внутри себя. Расслабить. Раскрыться. Угу. Даже вот. Прямо даже и. Вот. Буквально утром прочитала. Не мешайте женщине собираться. Она. Создает себе настроение. Угу. Красиво. Уметь быть женщиной. Надо. Не надо. И вот. Думаю. Может. Сначала. С этой стороны. Проходить. Да. Вот. Менять публики. В своем поведении. И дальше. Может. Внесется. Как раз таки. В работу. Хотя. Не знаю. С какой стороны. Ну. Так. А вы сейчас в отношениях? Да. А я нет. Скажите. А у вас мама. Ваше сильное влияние на вас оказывала? Ну. Да. Очень. Угу. Ну. У вас как бы есть такой. Проявишь. Ну. Да. Дело в том. Что у вас есть такой принцип. Хорошей девочки. Вы стараетесь ей соответствовать. Уже очень давно. Я поэтому и подумал. Кто такое влияние оказывает? Вот. Надо замечать это. Что вы опять ее включаете. И отмечать у себя в дневничке. Что сегодня я снова включил эту хорошую девочку. девочку. Которая не хочет расти. Которая хочет, чтобы ей было пять лет. Чтобы они заботились. Чтобы ей было комфортно. И это будет проявляться и в работе. И в отношениях. Что вы будете искать не мужчину. А того, кто будет о вас заботиться. То есть не о вас. А о вашем пятилетнем ребенке. И так же и на работе. Вам нужен вот этот комфорт. Вот этот вакуум. В котором вы чувствуете. Ну и выходить из этого вакуума нужно. И естественно да. Это приводит к полной деградации. Поэтому здесь нужен решительный шаг. Вот. Вот. С ноября месяца. Подготовьте себя энергетически к этому. И когда вы выйдете за рамки комфорта. Рискнете. У вас выровнится не только работа. Но и отношения. Сразу же. Ходом. Угу. Угу. Вот. Очень рада, что вот астрологию с вами прямо раскрыла для себя. Спасибо. Угу. Так что был рад с вами познакомиться. Да. Счастливо. Угу. Благодарю. Жизнь во всем, что пошло не по плану. Да. Главное честно себе задавать такие вопросы без самообмана и непонятных эмоций. Да конечно. Сколько у нас людей в ракушках. Я тоже в ракушке сколько просидел. В своей комфортной школе там. В которой там я преподавал вокал. Мне там учеников отправляли. Я получал тогда сколько 600 рублей в час. А потом я что-то задумался. Думаю и что я вот так и буду жить дальше что ли. Я вижу, что многие продолжают ответственность как бы на себя не брать. Устраиваться. Пускай там что-то руководство решает. И ты должен как наемник выполнять свою маленькую роль. Маленькую функцию. Потом люди жалуются что у них там чего-то не хватает в жизни. Деньги я думаю приходят не от того что ты там их захотел сильно или ты профи. А от уровня ответственности. Но даже если что-то не получится все равно если ты взял на себя это. Блин природа тебе поможет. В природе интересны лидеры. Вот потому что вот эти профессии где мы абсолютно себя не проявляем. Они скоро перейдут роботом. И ни бухгалтеров, ни продавцов и таксистов уже не будет. Надо уже сейчас немножко менять формат мышления и вот эту техническую работу все-таки как-то усовершенствовать. Потому что скоро на рынке труда будет огромный кризис. Это будет в течение 5-7 лет. Поэтому это уже сейчас происходит. Надо уже задуматься. Пока что робота такого не придумали, который бы хорошо читал астрологическую карту. Потому что там надо подключиться к человеку на уровне психологии. И это всегда будет ценно для людей. Вообще работа с людьми, где есть человеческий фактор, она всегда оплачивается больше. А вся техническая работа, ну сами понимаете. Луна или рождение в новолунии. Я замечал, что девушки борются с мужчинами за права почти феминистские. Интересно. Принцип хорошей девочки это какое положение? Это положение, которое человек просто занимает в жизни. Ну иногда в карте это можно увидеть, но здесь у нее в карте такого нет. Она лев по карте. То есть это просто не соответствие тому, что я вижу здесь. То есть не видно в карте то, что с ней происходит. Это был, видать, период жизни, который переломил человека в эту сторону. Чтобы попасть ко мне на разбор, пишите в директ. Положение синдрома отличницы, как я понимаю. Да. Эль Мира Микирьян. Так, не смогу прочитать. Захожу к вам. Да, это очень интересно. Знаете, что я разбираю не человека, я разбираю всех нас. Нет такой ситуации на прямом эфире, которая бы не встречалась у каждого. Я проживал эти моменты. Когда я нашел свой комфорт и внутри у меня была полная неудовлетворенность тем, что происходит. Несмотря на все творчество моей профессии, там, преподавание вокала. Ну, на тот момент это был хороший шаг. Привет. Привет. О, вы новенькая, да? Да, я новенькая. О, а вы из какого города? Из Еревана. Из Армении. Из Армении. Из Армении? О, класс. Да. Как вас зовут? Я Эльмира. Эльмира Мхитарян. Как у Генриха Мхитаряна. Ага. А когда вы родились? 21 января 1991 года. Время? Пятнадцать, пятнадцать. Во сколько еще раз тормозит интернет? Пятнадцать, пятнадцать. Так. И город? Город Мастуни. Армения. Мастуи? Мастуни. М-Р-Т-У-Н-И. Мастуни. А первая буква какая? М. М. Вторая А. А, Н. Буква Н. Наш, да? М. Ну, пишите Ереван. Там Геллокация такая же. Ну, я так могу ошибиться. Давайте еще раз. Настуи? Ну, давайте я напишу. Да, это очень сложно для меня. Так. Мартуни. Да. А вот, нашел. Мартуни, Армения. Луна. Так. Ну, прекрасно. У нас здесь Луна еще и в рыбах. В рыбах. Луна в рыбах. Ну, вы прям... А? Да. Ну, смотрите, я... Я же восьмидомница. У меня все планеты в восьмом доме. Ну, не все, но очень много планетов. И еще есть юпитерские тут. Ну, не знаю, что такое. Угу. Угу. Ну, да, конечно, когда восьмой дом, такие люди априори следователи, которые видят то, чего не видят другие. И очень тонкие психологи. Очень. И, конечно, вы чувствуете... Так вы, как психолог, уже по десятому дому. Рыбы дают вам сенсорику очень сильную. Потому что рыба – это принимающий знак. У вас очень высокий уровень принятия. По Луне вы можете очень глубоко проникать в человека. Вы хороший учитель. Луна с Юпитером. Вы чему-то обучаете? Ну, нет. У меня есть два вещи образования. Ну, я чувствую людей... Как сказать, когда мама разговаривает со мной, я знаю, что она хочет сказать. Я всегда знаю, что... Ну, следующий шаг людей. Я всегда знаю. Я так чувствую. Вы представляете. Да. О! Точно! Очень. Предвидеть можете какие-то вещи. Да. Ну, да. Это, кстати, важная вещь. Потому что Луна – это планета, которая не связана с интеллектом, с Меркурием. Она все считывает на уровне эмоций. Но так как она сенсорная, то это такая планета, которая действительно может заглядывать в будущее. Потому что, когда мы будущее читаем, там информация идет на уровне чувств. То есть, мы должны как бы пространство прочувствовать. Вот так скажем. Да. И Луна здесь может просчитывать наперед, если человек хорошо с собой ладит. То есть, если вы себя хорошо понимаете с такой Луной, вы можете предвидеть, с кем работать, с кем нет. Да. И ваша Луна, она выходит здесь во второй дом. Там она с Юпитером кого-то обучает. Юпитер Скету – это вообще коуч, психолог, человек, который… Да, да. А вы кем хотите стать? Я не знаю. Я журналист по первой профессии. А второй профессии я Public Administration. Я не знаю, как по-русски Public Administration. Администратор, да? Да. Ну, Public… Как сказать? Ну… Я знаю. Public. Public. Может быть, это что-то связанное с газетой? Нет. Нет. Это связано с массой людей. Масса людей. Масса людей. Публичный Public. Публичный, да. Да. И еще я хочу… Ага. Учиться… Учиться на психологу. Ну, хочу… Карла. Вот. Вам психолог, конечно, подойдет. Да. Это еще и в деньги выходит. Угу. Да. Слушайте, классно. А у меня вот такой вопрос. Он у меня давно уже был в жизни. Вот как раз я у вас это и узнаю. Я никогда не был в Армении. Мне охота туда слетать. У меня, кстати, есть хороший знакомый, друг с Арменией, с которым я учился на эстрадно-джазовом. Я думаю, может быть, вы его знаете. Я сейчас скажу. Сивак Ханагян. Ну, конечно, знаю. Да. Я думаю, его сейчас вся Армения знает. Да. Вот. Мы с ним были на одном курсе. То есть, когда мы на первый курс поступали, мы с ним увиделись в Гнесинке. Он, ну, я скажу ребятам, его отправляли на Евровидение от Армении. И он выступал в Голосе и победил X-Factor. Короче, я помню, как он круто был одет. У меня тогда еще была одежда не очень. Мы с ним пошли в магазин. Он говорит, давайте я нормальную одежду куплю. Типа, я знаю, как нужно одеваться. Вот. И я увидел в нем, ну, реально прям талант такой. И это первый человек, которому я начал писать песни. Я ему написал там где-то около пяти песен. Вот. Ну, за маленькую цену. Он тогда очень много работал. У него ночами нужно было работать в караоке. Жена, ребенок. Вот. Еще учеба. И он понял, что надо двигаться дальше. Он, по-моему, бросил учебу в курсе на третьем. Да. Вот. Мы с ним виделись в клубе, наверное, года полтора назад. Я увидел его в голосе на X-Factor. И я заметил, что он не изменился. Вот что круто. Вот как мы с ним общались, вот он такой был на сцене. То есть на него не повлияло это. Да. И я настолько был поражен, ну, вот его ростом. И он как бы и сейчас остается таким же душевным, открытым человеком. Я почему про него заговорил? Потому что он действительно большой вклад внес тем, что он показал, что такое, ну, мне кажется, есть понимание армяне, которые чисто вот... Армяне, которые вот с Арменией. А есть другие армяне, да, которые живут в Москве, там, в других городах. Ну, то есть своим... Есть же, да, различия? Те, кто прожил долгое время там. Там тоже есть. Ну, да. Есть. Это наша диаспора. И Армения, это не просто Армения. Армения, это весь мир. Потому что мы везде. Но, знаете, мы первый народ. В Армении живут 2 миллиона человек. А в мире 10 миллионов армян. Вы знали? А скажите еще раз, а то задерживается. Что в Армении... В Армении живет 2 миллиона армянов. А в мире, во всем мире, больше 10 миллионов армянов. Да. Вот это да. Круто. Но, я если честно скажу, мне сочинские армяне больше нравятся, чем московские. А они здесь такие душевные, расслабленные. Вот. В Москве они более жесткие. Ну, потому что Москва такой город. Ну, а в Армению, если лететь, то что там самая большая достопримечательность? Что там лучше всего посмотреть? Лучше всего посмотреть храмы. У нас есть... Ну, мы же первый народ, кто был... Первый христианский народ, да? У нас это первый. У нас есть много храмов. Более, ну, 100 тысяч... Ну, 100 тысяч? Ну, нет. Ну, тысячелетних храмов. Много-много. Ого. Нет. У нас есть храм, это Гарни. И у них две тысячи лет этому храму. Угу. Вот это да. Я такое люблю. Я в Индии только такое встречал. Обалдеть. А вы знаете, что Ереван старше, чем Рим? Как? Еще раз. Ереван старше Рима. А, еще с Рима. Вот это да. Да. Круто. Жалко, связь прерывается немножко. Так? Да. Ну что, спасибо вам. Это было очень интересно. Спасибо. 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 Благодарю. Да. До свидания. Так. Вот это да, узнали что-то про Армению интересное. Да. Так. Сейчас еще одного человека и без пятнадцати. Давайте сейчас с Элей поговорим. Так. Как тут у нас? Кто-то у нас был. А, вот это и была. Это девушка. Угу. Так. Так. По всем должен быть баланс. Да. Я вам сегодня нельзя сказал. Послушайте Сивака Ханагяна. Мне он очень нравится. Действительно шикарный исполнитель. Очень он искренне душевный. Нет никакого пафоса. Вот. Раз уж мы сегодня заговорили про Армению. Я сразу про него вспомнил. А вот. Капика Шер. Давайте с вами. Я если тут. Да. С Эльвирой подключимся. Капика Шер. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. А я вас смотрел? Я вас смотрел? Да. Как-то смотрели. Как у вас фамилия? Как у вас фамилия? Черненко. Черненко. Только у меня эхо идет. А можете наушники отключить? Отключить. Отключить. Да. От телефона. Сейчас проверим. Сейчас проверим. Отлично. Да. Так. Я сейчас. О. У меня эхо прошло. Отлично. Да. Ну что у вас. Ладно. Скажите. Людмила Черненко? Да. А у вас тоже луна в рыбах? Да. Что ж такое? До этого был человек луна в рыбах. Ну вот мы с ней писали, чтобы вы рассмотрели, но вы ее первую включили. Обалдеть. Это интересное совпадение. То есть вы тоже на психолога хотите, на коуча, на человека, кто работает с людьми или как? Ну, когда мы разговаривали в марте, по-моему, или в апреле, наверное, когда просто были темы по домам, изучали дома, у меня рассматривали тему тоже про образование, про профессию, про обучение. Потому что мне больше подходит обучение. Хотя мы обсуждали мою работу, потому что я работаю в рекламе. Ну, вы можете обучать хорошо. Луна с Юпитером. Вы хорошо взаимодействуете с людьми. А у вас что за работа, напомните? Одинайся. Что? А что у вас за работа? У вас, кстати, тут по Марсу подбор персонала хорошо идет, и медицинская деятельность, кстати, тоже открыта. Ну, медицинскую, скорее всего, нет. У меня, я работаю менеджером трафиком по рекламе в рекламном агентстве. Расставляю рекламные ролики. Угу. Так. Ну, это творческое дело. Это Луна у нас. Потому что по рекламе Луна очень хорошо. Потому что Луна чувствует потребности людей. Ну, и Луна, как бы она связана с психологией. В принципе, если вы там применяете элементы психологии в рекламе, то это хорошо идет. Ну, нет. Сейчас у меня больше, наверное, техническая эта работа. Это не с психологией связано, нет. Сама хочу изучать Таро и нумерологию. Вот я вам сказала, что интересно нумерология. То есть, у вас по Луне идет вот эта реклама. Луна, Юпитер тоже, да. Могут быть такие науки, как нумерология, астрология. По Марсу идет подбор персонала. Технический аспект. Марс, Кету. Это техника. Вот. И вы, в принципе, да, хорошо это сочетаете. Ну, а вам что больше всего нравится? Чем вы готовы были заниматься круглые сутки? Прям по кайфу вам. Обучением. Обучением Таро, обучением нумерологии. Хочу как бы этим заняться. Угу. Тогда вот, смотрите, здесь получается по Луне с Юпитером вы обучаете Таро через второй дом. И нумерология или чего еще? Нумерология, да. Нумерология. А по Марсу у вас идет реально положение людей, которые умеют лечить. То есть одиннадцатый с шестым связан через Марс. То есть реально это медицинские работники. Это значит, что практики можете давать, какие-то энергопрактики. Вот я об этом тоже задумалась, потому что обращалась к Хироманту, кто смотрели мою руку, сказали, что у меня есть знак целителя и есть знак вот тоже вот эзотерики вот этой вот сенсорики. То, что могу чувствовать и вообще вот с энергиями нужно мне работать. Как бы вот только недавно к этому пришла, да, получила эту информацию. Как бы для меня это удивительно, потому что за собой таких каких-то целительных талантов не ощущала. Ну вот видите, когда у человека Луна в десятом доме, ему настолько просто поменять свою специальность и заниматься тем, что вообще очень разное. То есть с одной стороны реклама, с другой стороны там нумерология. И я замечаю, что вот настолько люди любят изменения вот это в профессии, настолько они стремятся к тому, чтобы они проявили себя психологами. То есть Луна в десятом доме это наш вот этот внутренний психолог, который рвется наружу и хочет хоть где-то себя проявить, хоть кому-то помочь, кого-то раскрыть, с кем-то поработать. Ну да, это прям пожизненная такая линия, да, что прям милосердство, миротворство, прям хочется всем помогать. Ну да, особенно в рыбах, это конечно шикарно. Да, слушайте, здорово. Мне очень нравится, как вы по карте идете. Мы с вами общались еще весной, да? Да. Очень здорово, вы прям молодец, очень клево. Очень реализованная карта на самом деле, все в правильном направлении. Так что да, я вас поздравляю, это шикарно, мне нравится. Спасибо. Да, ваша Луна, она счастлива тем, что вы делаете. Так что да, спасибо. Ну вот как бы полнолуние, вот эти все скачки на Луну эмоциональные, они конечно, да, действуют. Ну да, когда Луна... То есть я чувствую вот эти вот фазы Луны, я прям чувствую. Ну здесь надо знать, что когда меняются фазы Луны, особенно когда это полнолуние, то там, где стоит Луна, там и появляется гиперактивность и немножко несдержанность чувств. Когда у нас последние три дня Луны, там где стоит Луна, ну у вас это дом профессии, например, то там у человека спад эмоциональный, ему ничего не хочется и там отток энергии. Это такой секрет, который можно каждому по лунным календарям наблюдать. Спасибо. Так что наблюдайте, да, и вы когда будете наблюдать, уже не будете какие-то важные дела на последние три дня Луны, особенно в профессии, в своих делах, выстраивать. Вот. Да, вот прям два дня назад прям упадок конкретный был перед полнолунием. А сейчас с добричком. Хао тут пишут, у меня Луна в десятом доме и меня со школы называют матерью Терезой. Да, то есть здесь Луна всегда открыта к помощи и к бесплатной помощи. Ну круто. Да. Спасибо вам. Спасибо. Шикарно. Да, спасибо. До свидания. До свидания. Да. Ну что, по профплану мы сейчас некоторыми вещами поделимся с Элей. Ну, кстати, раз сегодня Луна, то начнем, наверное, с эмоционального момента. Привет. Привет. Слушай, я, короче, подумал, раз у нас будут разные планеты, ну, как бы сегодня Луна, а через двенадцать прямых эфиров будет Солнце, например. И я бы, знаешь, что мне сразу в голову не пришло, а давай по этой теме, наверное, и пообщаемся. Луна – это психологическое и эмоциональное состояние в команде. Вот. Вот. То есть насколько это влияет на деньги и как вот мы это решаем. Вот. То есть когда спады идут. Эмоциональное состояние в команде. Ну, вообще, что такое команда, да, Лига чемпионов? Как она работает? Это когда уникальность каждого человека работает внутри какой-то системы, где есть свои правила и понятно движение. Да, вот как часовой механизм. Вот когда все работает как часовой механизм или как, ну, как в хоккее люди играют или в футболе. То есть никто не работает сам по себе. Каждый должен понимать свою роль и четко осознавать, что зависит от него и какая дальше цепочка идет. То есть когда мы смотрим над как бы из целого, тогда все идеально. Вот все просто супер. И если у кого-то возникает состояние, ну, нестабильное, нестабильное, ему кажется, ах, меня не оценили или ах, там, я работаю больше всех. Вот они работают меньше. То есть когда через эгоизма собственного кто-то из игроков начинает смотреть на целое, на мир, возникают проблемы. Да. И иногда некоторых взрывают людей, да, вот как у нас был взрыв эгоцентризма, эгоизма. И человеку, одному из, да, которого мы тянули наоборот в руководящий пост. В отделе продаж, да. Да, в отделе продаж. Дали людей, дали наставничество, обучали всему, давали, ну, все давали, что могли, чтобы человек рос. Но из-за ослепленного эго. И сначала человек в себе не верил, не верил, а потом резко что-то произошло. Ну, то есть подбадриваясь человеку говоришь, ты можешь, ты справишься, ты молодец. Ну, как только стоило замолчать и об этом там две недели не говорить. Все, какая-то пелена. Я тут делаю больше всех, никто не работает. И началась жесть какая-то. Ну, знаете, для меня это был урок. Я понимаю, что на руководящие посты вообще партнеры себе никогда не буду брать незрелого эмоционального человека. И нужно проверять в команде эмоциональный интеллект. О, это красивое выражение, я про него подумал. Устраивать даже хард-режим специально для того, чтобы вот эту психологическую устойчивость понять, насколько человек справляется с этим. Если не справляется, то нельзя давать ни руководства, ни людей, ничего. Если человек обижается, критикует. Если критикует, то нужно предлагать решение, а не просто критиковать и говорить, что все виноваты. У нас мало очень таких людей, кто просто критиканов. Есть парочка, да. Но в основном команда... Ну, я не люблю просто такими работать. Я очень жестко их отсекаю. Вот. И будут дальше еще жестче отсекать. Потому что один человек, один критикан может испортить атмосферу и настроение во всей команде. И как-то книжку какую-то читала недавно в кратком содержании, там тоже по управлению. Если один, ну, как-то называют этих людей, там, я не помню. Ну, вот один вонючка может вонять так, что вот просто вот на целый день спад. И, да, причем, ну, там, в институтах таких, как Гарвард, замеряют, да, вот эти все показатели. То есть один... На вонючку. Вонючка на собрании может испортить мотивацию и настроение всей команде, ну, на 80%. То есть спад будет сразу. И если ему есть противовес хотя бы один человек, ну, то, ну, как бы это уравнивается. Поэтому критика и деструктив — это зло. Вот. Это эгоизм, это самомнение о себе и... Ну, то есть, знаешь, это как в притче. Ты, когда показываешь пальцем на кого-то, три на три указывают на тебя. Надо думать об этом и думать о том, что ты говоришь вообще, когда общаешься с людьми. Вот. Угу. Ну да, круто. Я еще хотел сказать, что сейчас как раз мы курс вот этот готовим, Астра, Астра Про. И вот эта крутая идея, вот Эльвире сколько тоже говорил, что она сама может обучать. А так как у нее Юпитер в падении, она как бы... Такие люди всегда переживают, насколько они, ну, могут это делать. Хотя Юпитер в падении — идеальное положение для обучения. Почему? Потому что ничего лишнего. Юпитер в падении берет готовые схемы. Если, короче, попасть к учителю, у которого Юпитер в экзальтации, то ты примешь его веру. То есть это человек, который не развивает индивидуальность, а хочет тебя просто стереть и превратить тебя в своего этого. Как это называется? Фанатика или еще что-то. Да, да, да. Вот тут пишут, критика может быть конструктивной. Я обожаю критику, очень люблю. Ну, как ее подать, понимаешь? Можно подать по-разному. Можно сказать, слушайте, вот некоторые клиенты нам пишут, «Ребят, у вас там с ботом что-то не то». И мы такие, ой, классно, спасибо, я вообще обожаю негативные отзывы. Ну да, смотря как напишешь. Можно сразу это изменить, исправить, потому что бизнес-процессов очень много, их просто тысячи. Когда вам кажется, что бизнес онлайн – это точно такой же бизнес, где есть продукт, да, который нужно постоянно улучшать, есть маркетинг, когда ты… Вот, вот, вот расскажи, кстати, я чуть-чуть недоговорил. Вот этот астро-про, у Эли пришла идея, что я обучаю астрологии, но если человек хочет двигаться, он же должен понимать, как маркетинг выстраивать, как себя продвигать в Инстаграме. То есть у меня были только знания по астрологии и умение выступать на публике. Но я как бы не умел никогда маркетингом владеть. Ну и получается, меня обучали уже, ну как бы Эля обучала, потом она девчонок. Ну и вот расскажи, насколько это важно для человека, чтобы он выходил на другой уровень. Ну, для всех экспертов, кто уже двигается в онлайне или в оффлайне, все одно и то же. Ну, то есть бизнес построен на пяти столпах, да, это продукт и постоянное его улучшение, постоянная доработка, это прям целый мир. В продукте можно бесконечно закапываться, его улучшать, улучшать, прогревать, переупаковывать. То есть здесь нужно смотреть, что есть на рынке, все время анализировать конкурентов. И есть формула, когда ты в 9 раз лучше, чем конкуренты, у тебя 100% будет успех. Ну, ты просто всасываешь весь рынок себе. И чтобы продукт был всегда на высоком уровне, с ним нужно работать, его нужно все время улучшать. Здесь есть тоже нюансы и ловушка. Можно закопаться в улучшении продукта, а забыть обо всем остальном. Есть следующий еще, ну, как бы следующий столб 2. Это маркетинг. Это то, как вы двигаетесь, как вы подаете себя, да. Насколько удобно выстроена система взаимодействия с клиентом, насколько настроена обратная связь, насколько клиентоориентированная ваша команда, ваша компания. То есть маркетинг – это вообще целый мир, его можно изучать. Это психология взаимодействия продукта, бренда и клиента. Дальше. Продажи. Продажи – отдельная песня. Продажи – это тоже целое искусство. То есть стать профи в продажах, продавать не продавая, не впаривать, не втюхивать. Что такое продажи, да. Это когда есть проблема боль человека какая-то, и он приходит к тебе, он боится, он переживает. Он не знает, а поможешь, а не шарлатан ли ты, а действительно ли отзывы там не подставные какие-то. То есть продажа – это решение проблемы клиента. Когда продавать можно, ну, любить продавать. Вот то, что ты когда-то продаешь консультации свои, ты же не просто… Ну, о чем ты думаешь? Ты же не… Ты смотришь, что у человека есть вот эта, вот эта, вот эта проблема. У тебя есть знания, есть экспертность. Для тебя это, ну, как семечки пощелкать. Ты видишь, что эта проблема – не проблема. А для человека это может быть, ну, черная дыра, он не видит, он в яме. И когда он приходит к тебе, ты же ему не просто что-то там продаешь, ты продаешь ему, ты ему решение даешь. То есть за там какие-нибудь 6-10 тысяч рублей он решает вопрос, который мешал ему расти там 20 лет, 10 лет. Люди не знают, не понимают, куда им двигаться, они не верят в себя. Когда человек приходит вот даже к астрологу, что он получает? Каждый второй, что он нас говорит, каждый первый? Я знал… Деньги, отношения. Я чувствовал… Нет, я знал, я чувствовал, я внутренне всегда к этому стремился. Ну, где-то подразумевал, что там мои деньги, и я мог решить это в отношениях, но что-то помешало, да. А что помешало? Образование не то, опыт работы не тот, установки и ограничения совершенно другие, а душа всегда знает, душа чувствует, куда нужно двигаться. И когда человек приходит к астрологу, к нумерологу, ну еще кому-то, к левому человеку, вообще, ну, кто точно тебе ничего не знает, он говорит, слушай, ну у тебя здесь вот это, вот это, вот это, вот такие таланты, вот в этот период тебе нужно подготовиться, потому что будет известность, популярность, но не профукай, потому что здесь нужны такие навыки, и этим нужно обладать, и это нужно учиться, и пойди там на такие курсы, на сякие, человек уже понимает, ага, вот у меня есть стратегия, а оказывается, это мне не кажется, а действительно, я вот, у меня есть в этом таланты, я, ну то есть, ты продаешь уверенность себе, ты продаешь картинку будущего, они идут уже уверенными шагами туда, куда нужно, и все мои друзья, все знакомые, кто были у тебя, за год очень сильно, и кардинально поменяли свою жизнь. Ну да. То есть, вот они наблюдали, наблюдали, и думали, сбывается максопрогнозы или нет, а потом звонят и говорят, слушай, вот так и произошло, меня осенила такая идея, как Иванка объединила сейчас школу тенниса и психологии, то есть, это же росточный год, ну то есть, год прошел, и мы сейчас делаем, ну уже по-другому, другие продукты, она революцию хочет там в детском теннисе сделать. Да. Когда ты вот об этом ей сказал, она мне позвонила и говорит, я, ну, я пока никак, я пока понаблюдаю, я не сильно верю, и ее бомбануло через восемь месяцев, ей захотелось. Понимаешь? У людей истории их очень много. Следующая продажа, да, ладно продажа, орг структура. О, орг структура это тоже целый мир. Почему система должна работать так или иначе? Советчиков всегда много, но понимая, да, вот эти все дорожные карты компании, когда ты, это так много информации, так сложно это делать, то есть, я иногда думаю, так, что мне сегодня заниматься стратегией развития или бизнес-процессами, кто что должен делать, какой человек справится с этой задачей, а кому нужно, ну, то есть, нужно растить еще людей, чтобы они закрывали задачи компании. И вот это вот бизнес-процессы все, допустим, их тысяча, да, и в команде 20 человек. Каждый берет на себя определенную роль и закрывает задачи. Надо, чтобы все это работало. А еще нужно мотивировать команду и контролировать. И каждую неделю у нас протокольные совещания, где мы сами себя контролируем. Мы раскидываем задачи, вот у нас там 20 человек в команде, и мы просто по пунктам, что сделано, что не сделано, почему не сделано, что не хватает для того, чтобы это было. И вместе штормим, вместе это все делаем. Протоколы, они двигают большие компании, большие корпорации. Ничего не работает просто так. Люди, мы автоматичны, мы не можем всегда о чем-то, всегда быть замотивированы. Кто-то, у кого-то пропала мотивация, у кого-то, наоборот, загорелась. То есть мы друг друга еще поджигаем. И когда каждый понимает, куда он движется, какие горизонты, какие этапы мы проходим, сложности, несложности. Ну, все должно просто работать как один организм, и этим нужно управлять. Оно само по себе не управляется. Ну и еще... Стратегия развития на будущее, да, тоже. Да, нам помогает еще и астрология в том плане, что мы смотрим транзиты и менеджеров, и администраторов, то есть тех, кто в отделе продаж, вообще всех. И есть такие непредвиденные обстоятельства, которые ни одна компания не решит, которая не занимается астрологией. Просто человека взрывает в определенный месяц из-за транзита. Если он предупрежден, то он не наделает дел. Но я-то прямо так и говорю, что в этот месяц ты захочешь уйти по неведомой тебе причине. Если человек это понимает, он так не делает. Поэтому многие компании рушатся просто, как вот у нас планета летит в космосе, она же попадает в разные рукава. Там есть какой-то вот рукав таких-то там планет, созвездий. На нее начинает что-то влиять, и у нас воины, хрен пойми что. И никто не понимает, в чем дело. А тут, получается, компания тоже, она так движется-движется, и вдруг мы попали в какую-то черную воронку, когда целая череда менеджеров, у которых там, например, телец в первом доме или еще, они начинают себя чувствовать плохо. И вот когда они все это знают, то это спасение для многих в Америке по множеству астрологов контролирует периоды, транзиты каждого сотрудника. Потому что на кону очень большие деньги. И они это делают не потому, что они прямо в астрологию верят, они просто видят, что это работает, они не понимают как, но они будут использовать всех специалистов, чтобы это, блин, ну как бы их обезопасило. Да, да, и обратите внимание, потому что вы и руководите, ну то есть есть HR отдел, да. А когда компания маленькая, ну кто этим будет заниматься? У тебя тысяча задач, а еще нужно каждому сотруднику найти подход, узнать, а что у него дома, а как у него, а у него настроение сегодня такое, потому что там что-то не получается, или у него в семье разлад. То есть нужно быть всегда в курсе всех дел. У меня дед был офигенным управленцем, у него было тысяча людей в подчинении, у него был массовый завод, ну как бы он его создал с нуля там до там больших очень масштабов. Я помню, я маленькая приходила, я дожила там практически на этом заводе 10 лет, ну своих до 10 лет. Я помню, как начинался у деда день, большой кабинет, и к нему заходило несколько человек, у него были свои доверенные лица, которые говорили, у того там сын родился, у того там кто-то умер, у того там побили кого-то, там еще что-то произошло. То есть он знал, он утро начинал именно с этого. 20 секунд осталось. Ага. О всем эмоциональном состоянии каждого сотрудника. Это круто, в онлайне это построить гораздо сложнее. Ну вот, ну мы научились, в принципе научились, астрология forever помогает. Ладно, продолжим на следующих.